Все животные по-разному переносят зиму. Одни согреваются богатым мехом, другие делают запасы продовольствия, а третьи погружаются в спячку. Однако мало кому известно, что у явления существует несколько форм. Медведь-умка сейчас находится в состоянии зимнего сна. В период холодов его температура тела снижается на 6 градусов, животное становится менее активным. А вот с аппетитом у Таптыгина все в порядке. От завтрака никогда не отказывается. Это явление также характерно для енотовидных собак и енотов-полоскунов. Животные крепко засыпают в самые сильные морозы всего на пару дней. Работник зоопарка Александр Кузовенко говорит, иногда спячка бывает слишком глубокой. Когда-то давно у нас в Самарском зоопарке содержался суслик. И один из работников, который не очень хорошо знал биологию животных, это просто был обычный человек, он зашел в вольер убраться и смотрит. Там вот начал убираться, лежит совершенно хладный, достаточно сухой, худой, ну прям настоящий труп животного. Он решил, что его надо, ну, похоронить. И хорошо, что проходил рядом другой сотрудник, который вовремя остановил ему, сказал, что это же спячка. 2 февраля ежегодно принято отмечать День сурка. Праздник популярен за рубежом, а в России он не так широко известен. Существует народная примета, что поведение сурка способно предсказать приход весны. Однако это не относится к степным боебакам. Дело в том, что они ложатся в спячку осенью, а 2 февраля они все еще продолжают спать. По прогнозам сурок Иван проснется только в середине марта. Ответы на вопрос, какой будет весна, у животных хоть и не получили, но на этом не остановились. Решили обратиться за помощью к метеорологам. Специалисты говорят, делать предположения пока рано. Точный прогноз они дают на ближайшие три дня. Воздух поступает к нам с Атлантики, он влажный и теплый. Ну, поэтому у нас ожидается облачно, снег от небольшого до умеренного в течение всего периода. Погода ночью будет слабоморозная, днем температура воздуха будет от нуля до минус шести градусов. По словам научного руководителя Гидромедцентра России Романа Вильфанда, ранней весны в этом году не ожидается. Март баловать теплом не будет. Воздух прогреется до 15 градусов не раньше второй половины апреля. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров. События.